Через 200 метров на светофоре вы верните налево. Что-то у меня в этом телефоне вообще все офигенно плохо. Всем добрый вечер! Приветики, приветики, приветики. Соскучилась уже по вам. Сегодня уже, по-моему, четвертый день я не заходила в эфиры. Георгком. Даже парни на нас смотрят, да, там. Даже парни. Погнали тоже сидеть в эфирах и в инстаграмах. Вы в Москве? Да, я в Москве. Ну, давайте, какие сплетни, какие новости у вас. Приветик. Очень красивый. Спасибо вам большое. Как тата? Тата хорошо. Мне добрый вечер. Вы встречались с паном? Нет, конечно, не встречались. Так, так, так. Платок очень сильно подходит. Спасибо. Расскажите, как вы худели. Я ела, значит, утром в 12 часов дня, иногда даже в час дня. Ну, с 12 до 2, ой, до 6 вечера. Ела, естественно, не все. Конечно же, я соблюдала какие-то меры приличия. Я не ела рис, не ела хлеб. Вот. Ела очень много креветок со всякими, знаешь, травами. Там этого полно всего в Китае. Вот. С 6 до 12, до 2 дня, до 12 утра, то есть я ничего не ела опять. То есть до 12 дня. Не утра, а дня. С 6 вечера до 12 дня я ничего не ела. Опять с 12 до 6 ела. И вот так вот каждый день. И на самом деле я скинула 7,5 килограммов. Это действительно работает, очень хорошо работает эта диета. Вот. Но это должна быть образом жизни, понимаете. Я опять набрала их, потому что, когда приехала в Россию, я сорвалась. И сейчас опять возвращаюсь в свое старое тело. Но я надеюсь, что я возьму себя в руки. Я очень надеюсь, что я когда прилечу, я опять начну, потому что там легче, конечно, питаться правильно. Потому что там для этого все. А там очень дешевые морские продукты всякие, креветки, миди и всего полно. Ну вот. Ну нет, все нам на весь супер, спасибо вам. А если на работу 6 утра, так без кофе? Не, кофе можно пить. Кофе можно пить без сахара, пожалуйста. Смотрите. Кофе можно пить. А второй раз кофе уже можно выпить. Второй кофе уже можно выпить, например, с 200 грамм творога. Можно туда добавить немножечко, немножечко вот сирповую массу сладенькую. Прям совсем вот ложечки полторы, чтобы она была послаще. Все, вот это совсем без сладкого вообще нельзя. Это глюкоза падает и от этого может быть головокружение. А вот. Пан был в Москве у Ольги. Они выходили в прямой эфир. Пан был очень сильно пьян. Ольга сказала стригальщицы. Славочка, мне надо так считать. Подожди, пожалуйста. В следующий день он должен с вами встретиться. Это сказала Ольга? Да. Хорошо. Привет, дорогая. Как дела? Аллочка, привет. Ну и куда вы держите? Да, 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 да. Привет, 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 привет. Привет, привет, привет. Впереди камера на полосу. Впереди камера на 60. Ольга. Можете, я такая. Злата, вы думаете, что вы меня сейчас ревновать заставили? К нам насмешили только меня. Ну, там он, что четыре дня. Ольги целует ее, обнимает. Ох, боже мой. Я сейчас поеду и повешаюсь. Смирь, тигре. Такая глупость. Приветики, приветики. Марина тогда в Китае. Вот на днях, буквально на днях в целом. Такая погода сейчас в Китае. В Китае тепло. 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 Но не имеем права судить, у каждого, каждому своё, каждому своё. Вы самая классная женщина, мудрая и умная. Спасибо. Нравишься ты мне, классная, харизматичная мужчина, где тебя хорошая. Знаете, Злата, я вам скажу так. Главное для человека это жить, когда ты живёшь и кого-то любишь. Я настолько люблю свою внучку, на самом деле, у меня столько в любви к ней, что мне вот эта вот любви к ней прекрасно стимулирует. И мне хочется жить. Когда ты влюблена, тогда тебе хочется жить. Вот, у меня есть моя любовь, это моя внучка. Я прекрасно, мне от этого хорошо. Но если будет мужчина, если его не будет, то тоже ничего, всё нормально. Через 600 метров. Я тебе в Монте-Карло познакомлю с женихом. Азочка меня в Монте-Карло отвезёт и познакомит с женихом. Как вы с Огибаловой имя подружились? Честно, правда. Да, 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 да. Вы знаете, а почему мы должны быть врагами? Где логика, где смысл? Понимаете? Я так, у меня про Огибалову говорю сейчас, а не про него. А если так, у вас вижу, у меня проходит осенная хандра. Обожаю вас. Салам из Карачаева, Черкезии. Вешетарная женщина, спасибо. Ага, у вас, кроме Таты, дети есть. Да, у меня есть сын. Есть, да, у меня есть сын. Татуля. Татуля, привет, тебе говорят, Таточка. Скажи, Тата, привет. Таты тоже привет. Видишь, машет вам. Тата, привет, ещё другие говорят. Обязательно будет это. Я тебе говорю, я вижу уже. Я вижу. Спасибо, Златочка, спасибо. Впереди камера, 1,60. Не буду зачитывать. Натависта. Прочитала, но не буду слов зачитывать. Зачем Тата представляет стори, что она сейчас в Монояков? Вон это Карло. Что у них сейчас будет? Куча фотографий, куча сторисов. Зачем там мне что-то не выкладывать, не переживаю? Ну, она их релла. Не переживайте, я и там, и тут бываю. Ничего страшного, я в этом не вижу много раньше. Впереди камера на полосу. Ещё я скоро из Майами выставлю фотографии, представьте себе. И из Нью-Йорка когда-то выставлю фотографии, которые у меня, куча в моём телефоне. Я очень мало сейчас настреляю фотки, потому что я не знаю, что писать перед ним. У меня какой-то смысл собирать. Ну, ну... Ну, давай, ну, через 6 дней я буду в Монако. Вам легче от Тата? Так, когда Тата? Когда Тата? Петь начнёт, какой у неё прелестный голос. Да, у неё очень хороший голос, кстати, да. Красивая, успешная, сильная. Обнимаю. Надеюсь, ваши слова на Бога в уши. Надеюсь. Достойная женщина не приводит к себе малодостойного мужика. Бухает безпробудно и даже не унижает. Тело же не унижает, что может пробить другую. Без комментариев. Мне кажется, что вы замечательная мать. Надеюсь, как могла, старалась. То, чего не умела, не умела. Надеюсь, что наши ошибки, наши дети со своими детьми не повторят. Вот и как. Жизнь такая. Жизнь. Как умела, как могла. Всем бы таких алкашей иметь. Вот вам бы пускай, мне не надо. Спасибо вам. Мне не желаете. Вы зачем другим желаете то, что желаете себе? Это для вас норма, для другого нет. Для других это не норма. И каждый имеет право быть таким, каким ему хочется. Ну, не каждый имеет право навязывать свое. Я это или принимаю, или не принимаю. Я не принимаю. Вы, если принимаете, вы себе это пожалеете. Нам зачем вы желаете то, чего нам не надо. Вы нас проклинаете, получается. Ваши лечи на ваши плечи, моя дорогая. Тата сегодня модная, без сережек. Бечка-то, папка у вас хорошенькая. Ой, они у меня прелесть. У меня Бетечка вообще unreal. Нереальная. Самая сладенькая, самая сладенькая моя. Почему? А, папка, как вы говорите. Ну, у каждого свое. Может быть, он хочет вызвать реакцию. Может быть, ну, просто ненависть. Кстати, у него всегда была, кстати. Это тоже была одна из проблем. Через 500 метров съезд. А вы едите на правду. Между нами. Вообще, когда говорят про моих детей, я никому это не прощаю. Я даже маме своей не прощаю. Я за своих детей порву каждого. С каждого, каждого, блядь, порву. Если кто-то это не уяснил, тот сталкивается с проблемами со мной. Ну, наверное, я, конечно, не видела. И слава богу. Свят, свят, свят. Я их не видела. Я не хочу их видеть. О, я представляю, какого вы уровня человек. Я теперь уже поняла, кто вы. Через 600 метров держитесь правее, а затем верните направо. Да, и Бог вам, вообще, всего хорошего. Спасибо. А, пан? Вы красивая, умная женщина. А что, даточка, нам не споет? Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть. Держитесь правее, а затем поверните направо. Мы поедем. Добрый вечер, Марина. Привет, Ирина. Сто лет. Ирина, Саня. Мы вас очень любим. Ждем вашим эфиром. Спасибо вам. Спасибо. Люда, начитала ваш, но слух зачитывать не буду, но у меня вот именно так, как вы написали, да. Круговое движение. Второй съезд. Сороки всякие, если не сочиняете. Сочиняете. Так, мне нравится, когда я смеются. Да, вы смеются, да, конечно. До конца маршрута осталось 200 метров. Да, ожидаем. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания. Ой, ребята, мне надо выйти, потому что у меня надо рассчитаться сейчас. Ой, как интересно, как интересно все прочитать. Но попозже я зайду к вам еще. Пока-пока. До встречи. Пока-пока. Продолжение следует...